В ближайшие три недели станет известно, будет ли дальше Россия сотрудничать с парламентской ассамблеей Совета Европы. Сегодня в ПАСЭ ввели санкции против нашей страны. Российская делегация лишена права голоса. Мнений альтернативных европейскому ассамблея таким образом не услышит. Об уровне дискуссии без России репортаж Аси Емельяновой. Депутаты ассамблеи Совета Европы сегодня себя ни в чем не сдерживали. Кресла российской делегации пустовали в знак протеста. О России, без России говорили все, кто хотел. Я скажу, русская душа загадочна, но советский, русский советский писатель Виктор Астафьев раскрыл эту душу. Он сказал, русский человек очень добрый человек. Он тебя чаем напоит, он тебя обогреет, но он же тебя и прирежет. Опасайтесь этого. В таком же духе все два часа, что обсуждали резолюцию. Вот депутат из Молдовы подбирает образы. Диалог это как аргентинская танго. Нужны два танцора. К несчастью, российские власти больше не могут танцевать. Ведь мешает один аксессуар, калашников. Из-за него они начинают топтаться по ногам своего партнера. Почти в полном составе выступили делегации Грузии, Литвы, Латвии со своим анализом ситуации на Украине. События в Донецке и Страсбурге видятся второй волной военного вторжения. Первое, видимо, случилось в Крыму. Референдум о присоединении к России прошел незаконно. Под нажимом военных явка неправдоподобна. Сами не видели, наблюдатели в Крым не поехали, но мы точно знаем, заявили докладчики. Тем, кто решился сообщить Европе про результаты, 96% за, быстро напомнили про регламент. Совет Европы живет в своем параллельном мире и слышит только то, что ему нужно, считают некоторые депутаты. Запад хочет колонизировать Украину, подготовить возможную атаку на Россию, которая окружена колониями Запада и США. Нам нужно сотрудничать с Россией. На жесткие санкции выгнать Россию из ПАСЭ, ПАСЭ не решилось. До конца сессии нас лишили права голоса, запретили участвовать в миссиях по мониторингу за выборами и принимать участие в заседаниях бюро и комитетов. Сразу после принятия резолюции наша делегация провела пресс-конференцию, на которой объявила, что покидает сессию в знак протеста. Самое неприятное во всей этой истории, что парламентская ассамблея предала свои собственные принципы. Большинство в ПАСЭ предали принципы верховенства права, верховенства прав человека и верховенства закона. Большинство в ПАСЭ пошло по пути обслуживания политических интересов той группы государств, которая нацелена на геополитическое освоение Украины. В течение двух недель в Москве примут решение, насколько России нужен этот дом демократии. Так евродепутаты называют ПАСЭ. Его регулярное содержание и посещение обходятся недешево. 32 миллиона в год. Россия крупнейший спонсор. До конца года на наши деньги, которые уже никто не вернет, будут напечатаны тонны важнейших резолюций и куплены сотни билетов в Киев. Поездки на Украину среди евродепутатов сегодня в моде. ПАСЭ для России действительно удобная международная площадка. Но потерять голос там, где его все равно не слышат, не выглядит большой потерей. За все ли потерянные права стоит бороться, наша делегация решит в ближайшее время. Аси Емельянова, Иван Малышев, Вести, Страсбург, Франция.